Ну, теперь об антирористической операции, собственно, в Сирии, в которой по просьбе Дамаска участвуют российские военно-космические силы. Боевые вылеты совершаются ежедневно, и как раз сегодня, как подчеркнули в российском МИДе, Минобороны подробнейшим образом информируют обо всех прожженных целях. Безопасность самих летчиков, всех, кто несет службу на Земле, с недавних пор обеспечивает в том числе зенитно-ракетная система С-400. Как работает этот, как его называют, военный лучший в мире комплекс, увидел Клим Санаткин. Абсолютный контроль в сирийском небе. Зенитно-ракетный комплекс С-400 круглые сутки на боевом дежурстве авиабазы Хмимим. Чтобы обеспечить полную боевую готовность С-400, достаточно пяти минут за это время. Боевой расчет зенитно-ракетного комплекса приводит в действие пусковые установки, радары и пункты управления. На сегодняшний день это самая современная высокоточная система, не имеющая аналогов в мире. На российской авиабазе эти комплексы появились сразу после того, как Турция сбила наш бомбардировщик Су-24. За ИРК были направлены в Латакию в течение суток. Они впервые заступили на боевое дежурство за рубежом. Как говорят военные, С-400 регулярно засекают подозрительные объекты в воздухе. Обнаружив, что за ними следят наши системы, они разворачиваются и летят обратно. Запуск занимает пять секунд. При этом комплекс способен обеспечивать безопасность в воздухе до 400 километров. А его радары отслеживать 300 целей и уничтожать 36 объектов одновременно. Но поражают не только технические характеристики, но и один грозный вид этой машины. С-400 прикрывает сирийское небо с земли. С моря же воздушное пространство контролирует крейсер «Москва», на борту которого установлена система «Форд». Ее еще называют корабельным аналогом С-300. Таким образом, наши самолеты в небе прикрыты на всей территории Сирии. Сначала воздушные операции на дежурстве и комплекс ближнего действия «Панцирь-С». Его основная задача – прикрытие С-400 и охрана объектов авиабазы «Хмимим». Дальность его поражения более 20 километров. При этом обнаружить цель он способен еще на подлете в радиусе 50 километров. Ежедневное дежурство несет расчет из трех человек. В зависимости от задачи, эта система способна уничтожить цель за 7 секунд. Вооружение этой системы – 12 управляемых ракет и 30-миллиметровые пушки. «Панцирь-С» способен обнаружить более 20 целей. При этом сопровождать и уничтожать в небе эта машина ближнего боя может до 10 объектов одновременно. Между тем, на взлетке «Хмимим» то и дело слышен звук турбин, истребителей и бомбардировщиков. Наши самолеты продолжают нести боевое дежурство в небе. Данные о новом местонахождении террористов, запрещенной в России организации ИГИЛ, регулярно поступают в информационный центр в Латакии. Их несколько раз проверяют средствами объективного контроля и в совместном центре в Багдаде. Самолеты возвращаются на базу уже примерно через час после вылета. Столько в среднем уходит у пилотов на выполнение боевой задачи. Небольшой отдых и снова в небо.